Привет, мои стратегические жевжики, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша играет. Вышел патч к шестой циве и ещё одна цивилизация для тех, кто купил Фронтир Пасс, да и ещё кое-что повыходило, в общем, давайте с этим разбираться. Во-первых, для тех, кто реально купил полный Нил Фронтир Пасс, ещё появились, я даже не знаю, как это назвать, новые скины для Катерины де Медичи и Теодора Рузвельта. Но это не совсем так, потому что у них есть и свои уникальные способности, которые отличаются от прежних Рузвельта и Медичи. И я, кстати, не очень понимаю, зачем вообще Фераксис подобное сделала, почему нельзя было просто других лидеров для этих цивилизаций создать, почему те же самые лидеры в другой одежде, но с другими способностями. Кто-то может сказать, ну им бы пришлось другие анимации рисовать, так они сейчас особо не заморачиваются, вон, анимации у Эфиопии от Кира, анимации у Майя от Нубии и так далее. То есть я так понимаю, что после анонса патча кое-кто думал, что это реально будут просто скины, а те новые способности будут заменять старые. Нет, это просто как бы два разных лидера, но объединённые одним именем и в разной одежде. Да, странное решение. Я не буду останавливаться подробно на способностях этих лидеров, потому что я это в анонсе к патчу говорил, лучше его посмотреть, есть ссылка в описании. Поговорю лучше о том, о чём я не рассказывал. То же самое касается Эфиопии, вот вы видите на своём экране, я буду записывать прохождение с ней на божестве, естественно. О её способностях я опять же рассказывал в отдельном превью видео, ссылка будет в прикреплённом комментарии. С новым районом Фераксис тоже немного схалтурили, его иконка абсолютно идентична иконке правительственной площади. Боже, они даже иконку не смогли новую нарисовать. Район доступен будет только тем, кто купил New Frontier Pass, собственно, как и новые скины для французского-американского лидеров, как и Эфиопия. Ну и, конечно, тайные сообщества. Новый игровой режим. Мне пеняли в видеопревью, что, мол, зря я гоню на вампиров, ведь это всё можно отключать и не играть с этим режимом. То есть вы платите деньги за то, чтобы разработчики вам улучшали игру, делали её интереснее, добавляли туда контент. И они выпускают то, во что вы не будете играть, скорее всего, и будете отключать. И я должен быть за это благодарен, по вашему мнению. Спасибо, что это говно можно отключить, да? Так вот, к секретным сообществам мало того, что там вампиры, эти секретные сообщества ещё и тотально случайны, рандомны. Вы можете их принять, либо найдя что-то в руинке, либо найдя чудо природы, либо захватывая варварские лагеря, либо встречая города-государства. Как вы понимаете, в отличие от открытия технологий, подобное вы не можете планировать. То есть по кедо-стратегия, здравствуй, случайные события. Я не спорю, что, возможно, сам по себе режим, он прикольный. И как бы в плане развлечения, вот, чтобы весело было добавить, один-два раза проиграть, наверное, да. Как и предыдущий режим, вот этот апокалипсис, включить, что у тебя всё уничтожается метеоритным дождём, ничего против не имею. Но это только тогда, когда вот сама по себе ваша игра уже ощущается завершённой. Ведь больше в шестую цивилизацию никаких механик добавлять не хочется, только вот вампиров осталось добавить с поклонниками к Тулху. Как насчёт корпораций, которые были в четвёртой циве? Как насчёт колоний, вместо того, чтобы города строить? Да даже те же самые тайные сообщества, только вменяемые, масоны, может быть, как кто-нибудь из орденов крестоносцев, всяких-нибудь тамплиеров, и убрать отсюда элемент случайности, чтобы стратегия была, а не победи, найдя в руинке тысячу денег. Да, кстати, сообщества могут принимать абсолютно все цивилизации, то есть при игре с компьютером, например, если вы из одного тайного сообщества, то компьютер к вам лучше относится. И это, кстати, влияет ещё и на скорость получения очков Союза, если вы с этим компьютером из одного тайного общества. Так что некоторые стратегические плюски тут всё-таки имеются. Дальше эти сообщества прокачиваются, ну, как будто это губернатор, который действует на всю вашу империю, и они прокачиваются с течением времени, когда вы выходите в следующие эпохи. То есть первый уровень вы вот вначале получаете, как приняли это сообщество. Кстати, из него выйти нельзя, если вы вступили в тайное сообщество, то всё. Следующий уровень в Средневековье, следующий уровень в Новом мире, да и то, опять же, не когда вы выйдете в Средневековье, а когда вы вышли в Средневековье, вам опять надо найти что-то новое, вот из того, что я перечислил. Там, захватить лагерь варваров, найти новый город-государство, найти чудо света, и тогда, возможно, у вас дальше прокачается ваше тайное сообщество. Наверное, разработчики решили, что слишком уж предсказуемо шестая цивилизация, давайте побольше случайностей туда добавим. Ладно, теперь непосредственно всё-таки к патчу, который влияет на все версии игры, добавили всплывающую информацию о том, как высчитывается успешность шпионской операции. Мультик постройки чуда можно проматывать, просто кликнув правой кнопкой мыши. Исправили вычисления, которые показывались при использовании музыкальных групп, в том плане, сколько осталось туризма. Вот это интересно, конечно, естественно, я это ещё не проверял, но надеюсь, теперь понятнее станет, сколько и чего надо для победы туризмом. Там ещё написано множество, ну как множество, десяток, я скажу, десяток исправлений, которые лично я никогда в игре не встречал, но при этом они, например, не исправили баг с верованием трудовая дисциплина. Я напоминаю, трудовая дисциплина даёт столько же производства от священного места, сколько это священное место даёт веры от соседства священного места. Так вот, если священное место разрушить, а потом починить, то производство от него пропадало, по-моему, очевидно, что это баг. В патчноуте никаких исправлений по этому поводу нету. Давно жду исправления поиска пути для юнитов, что они частенько двигаются такими дебильными путями, при этом игра показывает одно, а на самом деле юнит движется совершенно по-другому. Я уже молчу о том, что никаких вообще исправлений баланса в этом патче нету, абсолютно. Как будто уже всё идеально сбалансировано. Зачем править? Давайте вампиров добавим. В общем, я, честно говоря, разочарован тем, что нам выкатили Фераксис. Я-то думал, они вот этим New Frontier Pass'ом прям примутся за игру, начнут её балансировать всячески, изменять, улучшать. Ну да, вот изменяют. Поклонников к Тулху добавили. Действительно, мы же все этого хотели. Для меня очевидно, что Фераксис явно там в недрах работает над какой-то уже новой игрой, и есть некоторые отделы, которые сейчас не заняты. Вот для того, чтобы их занять, их бросили на разработку плюшек для шестой Цивы, и добавляется именно то, что не нужно сейчас в какой-то новой игре, которую делают в Фераксис. Явно все аниматоры там заняты, поэтому никаких особенно новых лидеров нам не дают. Гейм-дизайнеры тоже там сидят, поэтому баланса нам не завозят. Грустно, конечно, всё это. Я понимаю, если бы они этим ещё бесплатно хотя бы занимались, а так вот продают за деньги New Frontier Pass. В общем, вот такое моё впечатление. Как видите, ничего нового я вам особо не рассказал, потому что и нечего было нового рассказывать. Тем не менее, запишу прохождение за Эфиопию на божестве, естественно, с тайными сообществами. Ну а вы играйте в умные игры, и жду ваших впечатлений в комментариях. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своём экране. Играйте в умные игры, и всем пока.